Когда детки родились, Катя с первых минут жизни отдышала сама, а Ангелина у нас была на ЭВЛ. Сложная беременность, преждевременные роды, все позади. Две кудрявые малышки наполнили дом Гвоздевых счастьем. Но, к сожалению, после непростого появления на свет остались проблемы со здоровьем. У Ангелины ДЦП. В свои два года она пока не ходит. У Кати тоже есть небольшое отклонение. Главное, все поддается лечению. Помогают регулярные реабилитационные процедуры. После каждой ощущается прогресс. Потому останавливаться или пропускать нельзя. Накануне очередной поездки за помощью обратились в фонд «Поколение» Андрея Скотча. Деньги закончились, да. И нам, скажем так, наши родственники, у которых тоже такая проблема, ребеночек-инвалид, нам посоветовала обратиться в фонд «Поколение». По плану у нас была реабилитация. И буквально мы только приехали в город Пензу. Мне звонят из фонда «Поколение» и говорят, что нам помогут с деньгами. Вы не представляете, как я обрадовалась. В семье Гвоздевых подрастают еще две дочки. Старшая уже студентка, средняя второклассница. Младшие подражают сестрам. Как и все девочки, любят наряжаться, обожают играть в куклы. И родители верят, что совсем скоро маленькая Ангелина сможет ходить. У нас есть успех. Если у нас раньше опора на ножки вообще была слабая, сейчас Ангелинка потихоньку становится на ножки и идет за две ручки. Я ее веду, она идет за две ручки. Скажем так, мы не будем останавливаться. И вообще мы очень рады, что мы с твоей девчонок. Финансовые трудности нам, скажем так, не пугаем. Мы очень дружные, нам весело. Уновать нам некогда. На языке врачей Ангелина перспективная. Есть шансы, что сможет ходить в обычную школу вместе с родной сестрой. Ведь упорство и вера творят чудеса. Я считаю, что это не приговор. Посмотрите на Ангелину. Разве это приговор? Она очень шустрая, хорошая девочка. Да, наша принцесса. Мы ее очень любим. Татьяна Куликова, Александр Кветко. Такой день на мире Белогоря.